Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрирован один пожар. Спасатели Житковического районного подразделения МЧС выехали на вызов в 23.13. Звонивший сообщил о пожаре на складе для хранения кормов в деревне Боровая. Спасатели прибыли к месту пожара, это ближе было к полуночи, ликвидировали возгорание, пострадало всего лишь чуть более метра въездных ворот и кровли, пострадавших нет. Основная версия рассматривается занос постороннего источника зажигания. Пришел посмотреть мультфильм и попал в ловушку. Помощь посторонних людей понадобилась дошкольнику, который засунул палец в подстаканник в кинотеатре Калинина и самостоятельно освободить его не смог. На помощь ребенку поспешили спасатели Гомельского городского подразделения МЧС. Пришлось повредить кресло, зато палец малолетнего зрителя остался цел. Мальчик четырех лет при просмотре мультфильма в кинозале засунул палец в отверстие пластмассового подстаканника. При помощи кусачек спасатели извлекли палец. Медицинской помощи он не нуждается. Всего же за прошедшие сутки семь раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. Госавтоинспекция установила личность водителя автомобиля Opel Tigre, который вопреки требованиям ПДД перевозил своего знакомого не в салоне автомобиля, а на крыше. Вот эти кадры выложены в сеть интернет 15 июня. В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был найден уже на следующие сутки. Автомобиль вела женщина 22 лет. Личность парня, который потешил прохожих таким необычным способом и на счастье остался жив, выясняется. В данный момент выясняются все обстоятельства данного инцидента, после выяснения которых действием как водителя, так и мужчины, который катался на крыше, будет дана правовая оценка. Госавтоинспекция на такие случаи всегда реагирует и привлекает к административной ответственности. Очень важно, чтобы граждане, которые становятся очевидцами таких случаев, сообщали об этом по телефону 102, либо ближайшее подразделение госавтоинспекции. Возможно, звонок сохранить жизнь людям, которые совершают неадекватные поступки. ГАИ Гомельской области продолжает контролировать скоростной режим на самых опасных участках автодорог. Завтра специальные приборы будут ловить лихачей на трассе Н-40-90, северо-западный обход Гомеля, М-10 границы Российской Федерации, Гомель-Кобрин на подъезде к Гомелю на участках автодорог М-8 и М-10. И на трассе М-5, соединяющей Гомель со столицей Беларуси. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, мобильные датчики контроля скорости работают с 7 утра и до 8 вечера. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.